Всем привет, с вами Слеер и сегодня мы поговорим о премиум французской ПТшке 3 уровня FCM36PAK40. На данную ПТшку установлено предтоповое орудие Мардера 2. Собственно именно с Мардером мы и будем сравнить. Купить данную ПТшку стоит 850 единиц золота, то есть примерно 100 рублей. Чем хороша данная ПТшка? Она хороша великолепным обзором в 400 метров. Привет, Лёва! То есть в принципе машина способна светить сама себе. Но к сожалению у этой же ПТшки дальность связи всего-навсего 310 метров. То есть фактически в большинстве случаев, когда ваши союзники засвечивают кого-то за дальностью больше 310 метров, вы эту машину не увидите и не сможете нанести по ней урон. При том, что пушка достаточно хорошая и позволяет пулять достаточно четко на 400 метров. Иногда и за 500 метров попадания случаются. Давайте поговорим про минусы машины. Во-первых, это максимальная скорость всего-навсего 24 километра в час. В среднем по шоссе она едет в районе 18-19 километров. По полям и лесам 13-14 километров. То есть это привет Т95. У этой ПТшки еще один большой минус. Это крайне малые углы горизонтальной наводки. То есть углы горизонтальной наводки в 3 раза меньше, чем у мардера. Ровно в 3 раза. И это настолько неудобно. Особенно для ПТшки. Потому что практически постоянно вам приходится ворочать корпусом. То есть если на мардере вы просто ворочаете стволом, у вас не слетает маскировка, ваша труба работает, то здесь приходится регулярно работать именно корпусом, доворачивать. Причем даже по не особо быстро идущей технике типа КВ-1. По пробитию. Пробитие у нас достаточно средненькое. То есть у мардера оно сильно лучше. Бронебойный МИ-98, голдой 126 миллиметров. При уроне 110 единиц. Для сравнения тот же мардер возьмем. Пробой 118, урон 125. То есть и урон выше, и пробой выше. И динамика у мардера выше. И углы горизонтальной наводки лучше в 3 раза. Возникает вопрос, а зачем же тогда тратить 850 золота на данную ПТшку? Вопрос действительно интересный. Не будем забывать, что премиумные машины, это машины, которые, во-первых, не нужно прокачивать, во-вторых, на них можно посадить экипаж с другой техники, без переобучения и не получив на это штраф. То есть для прокачки экипажа можно использовать. Ну и самое приятное, это то, что машинка фармит больше, чем одноклассники. Для сравнения, средний бой на мардеры приносит где-то примерно 10-12 тысяч серебра чистыми. Бой на FCM 36 приносит порядка 20 тысяч чистыми. Это не выдающийся бой, это средний бой, где вы там стреляли в районе 500-800 дамага. То есть совсем немного. Давайте посмотрим на бронирование машины. Скажу пару слов про бронирование FCM 36. Почему пару? Да потому что бронирования как такового нет. То есть основная часть это рубка, а рубка пробивается всеми, потому что броня всего лишь 20 мм. То есть более или менее подобие брони есть спереди, но, соответственно, вам туда никто стрелять и не будет, потому что у вас сверху есть большая рубка плюс такие же картонные борта и все это накладывается на очень низкую скорость разворота данной машины. То есть, соответственно, по вам урон проходит всегда. Плюс, если вам вдруг не повезло и вы попали под арту, то за счет того, что у вас открытая рубка, вы можете получить смело либо кучу критов, либо ланшот. На этом по бронированию все. Теперь пару слов про снаряжение. Вот я езжу с таким комплектом. Это 36 бронебойных снарядов. Голду я не использую. Стоит голда 2000. То есть один выстрел 2000 стоит. И вожу 4 фугасика для сбития захватов. Работы по машинам, которые не могу пробить. Такое бывает периодически. Например, недобитка какого-нибудь типа хетцера. Завалить вполне можно. Из снаряжения это, разумеется, ручной огнетушитель, ремкомплект и аптечка. По модулям. По-хорошему на эту машину надо бы поставить усиленные приводы наводки. Но вот я, к сожалению, не поставил их. Маскировочную сетку. Прорассветленку. Именно из-за того, что мы ворочаемся очень часто. И, собственно говоря, все. Ну, можно поставить еще, например, ящик с инструментами, как у меня стоит. То есть я привык к классическим вариантам ПТ. И вот у меня такой наборчик. Хотя для данной машины, повторюсь, более интересным, наверное, будет выглядеть вариант с просветленкой. Давайте посмотрим бой, как эта машина ведет себя в поле. Кстати говоря, машину бросает в бои третьих-пятых уровней. Конечно, наиболее комфортно она себя чувствует в боях третьих уровней, где она не встречается с такими чудовищами, как хетцер с фугасницей, КВ-1, ПЗ-4 с фугасницей и другими машинами, которые способны заваншотить нашу ПТшечку. Первый бой у нас проходит на Энске. Это бой третьего уровня, то есть наиболее комфортный для данной машины. Соответственно, вы сейчас наблюдаете типичную скорость для F7-36. То есть это в районе 15-16 км в час. Нас обходят все, кому не лень. И, соответственно, показывают нам, где же враги. Итак, начинаем работать по М3 Стюарт. Как видите, танчик поддается легко. Смотрите, насколько часто не хватает влог горизонтальной наводки. То есть регулярно приходится корпус не доворачивать. Так, я вижу, что тихо притаилась. Убираю препятствия и обрабатываю. 249 метров. Небольшая дальность для данной пушки. Все, машина убрана. У нас уже два фрага. 350 дамага. В принципе, неплохо для третьего уровня. Идем дальше. Точнее, ползем, а не идем. 8 км в час. Как-то так. Соответственно, я доползу до куста, где люблю стоять в кусочнице. Потому что достаточно удобно. Убираю препятствия, замечаю Т-70 и начинаю его обрабатывать. Сбираю гуслю, хотя целился ему в меховоды. Второй раз промахиваюсь при дальности 178 метров. Третий раз, наконец-то, попадаю. Так, осталось добить Т-70, что я радостно делаю. И вижу еще одного Т-70. И вот, посмотрите, опять-таки, не хватает, не хватает геренантальной наводки. То есть, постоянно приходится подруливать. Подруливать и заново сводиться. А это лишние секунды, а, соответственно, либо фраг. Вот, видите, опять не хватило, не хватило наводки. Все, враг перекрыт. А нашим уже танком я не могу стрелять. Все, 208 метров, не попадаю при полном сведении. Опять не попадаю. То есть, в принципе, в 50 метрах это наиболее так, удачно, где можно попасть, можно не попасть. В БР все-таки. Давайте посмотрим результаты боя. И перейдем к следующему бою. Второй бой у нас проходит на рудниках. Это бой третьего уровня. То есть, тот бой, где мы можем натворить немало бед. Я неспешно ползу на нычку. Известную нычку для ПТшек. Которая позволяет контролировать левый план. Вплоть до середины карты. То есть, до точки Е. Мы замечаем ПЦ-1С, который сейчас будет немножко подсвечивать вазу. Соответственно, на него я не ведусь. И жду, когда враги полезут по левому флангу. А в данном бою мне ассистирует Т-46. Который осуществляет подсвет врага. Итак, мы замечаем Т-82. Это топовый игрок команды. Я на вскидку делаю выстрел. Попадаю. Наношу урон. Далее мы замечаем БТ-7. Пытаюсь попасть в двигатель. Ну, урон вообще попадает совершенно в другую сторону. Ну, хотя бы попал. И то хорошо. Далее БТ-7 исчезает с крана. И я переключаюсь обратно на Т-82. Т-82 это мощная, мощная ПТ-шка. Которая фугасницы наносит нашему Т-46-му 188 единиц урона. И соответственно Т-46-му теперь будет не сладко. Так, мы замечаем, что на нас надвигается Т-60. Плюс надвигается ПТ-шка французская. И все это дело скоро нам будет мешать. А мы сидим ждем. Т-82 добрал нашего Т-46. И сейчас я пытаюсь уничтожить Т-82. Сложусь. Стреляю. И к сожалению, его убиваю не я. Хотя выстрел мой попал куда нужно. Соответственно здесь я делал ваншот ПТ-шки французской. И все бы хорошо. Немножко отползаю назад на всякий случай. Если прилететь чемодан от арты. Замечаем Т-60. И он сейчас будет вести БЛ-ку с ПТ-3А. Немножко ускоряемся. Попутно я уничтожил БТ-7. Который подсветил мне ПТ-3А. То есть добил несчастные 7 хитпоинтов. Которые у него оставались. И сейчас смотрим за дуэлькой. Между ПТ-3А и Т-60. Машинка для меня ваншотная. И сейчас мы как раз этот ваншот будем делать. Свожусь. Не до конца свожусь. И делаю фраг. Итак на моем счету 3 фрага. Замечу что данная машинка превосходит Мардер-2 по двум показателям. Это по скорости сведения. Если топовая пушка Мардера 2.9 сведения. То у данной пушки сведения 1.7. Ну в принципе если эту же пушку поставить на Мардер-2. То сведение будет одинаковое. И второе. В чем превосходит данная машинка. Это то что у нее 180 единиц прочности против 165 в Мардер. И тут последние секунды, минуты боя. То есть у нас осталось 2 танка. И наша задача за 10 басов. Будем эту ротацию сейчас проделать. Стою за кустик. И смотрю где же наши враги. Итак. Сразу 2 врага Т-18. Пытаюсь произвести выстрел. Не попадаю. Вижу Тетрарха. Тетрарха мне закрывает будочка. Уничтожу я будочку. И начинаю работать по Тетрарху. Так. Первый выстрел прошел удачно. Тетрарх уносит мне урон. Второй выстрел проходит мимо. Тетрарх. Повреждает мне гусеницу. И я его удачно добиваю. Причем заметьте. Меня одновременно повредили 2 гусеницы. Все. Я остаюсь один. У меня 4 фрага. Против меня 5 противников. Собственно. Здесь в данном случае сделать что-то тяжело. Потому что. Меня гарантированно простреливают с горки. При этом. Люди стоят на захвате. То есть. Меня видно. И шансов здесь что-то сделать практически не остается. То есть. Если я вылезу. Получу. Получу фраг. Пульку. В свое большое. Картонное медленное тело. И соответственно. Бой закончится. Собственно. Так сейчас это и произойдет. И нам останется только. Посмотреть. Итоги боя. А после подвести итоги. По данной. Машинке. Итак. Вот я вылез. Пытаюсь отстреляться. И меня уничтожает. Все. Смотрим итоги боя. Давайте подведем итоги по RCM 36 пак 40. Мы посмотрели бой. Мы посмотрели как она бронирована. Мы посмотрели что она может. Что она не может. И пора подвести итоги. Стоит ли приобретать данную машину в свой ангар. Если вы являетесь большим любителем машин типа ПТ. То да. Вполне. Вас эта машинка может порадовать. При этом машина уступает мардеру по всем показателям. Кроме доходности и обзору. Все остальное у нее хуже. Поэтому решайте сами. Нужна ли вам данная машина или не нужна. Если вы считаете что для вас фарм в 20 тысяч серебра чистыми это хороший фарм. То есть фарм на уровне машинок пятого уровня. То да приобретайте. Сразу скажу что настраивайтесь на спокойный лад. Например вы можете начинать постигать дзен. И готовиться к Т95. В другом случае вам вряд ли данная ПТ понравится. То есть ПТ все таки достаточно слабенькая. И откровенно говоря на любителя. Но зато у нее такой вот красивый камуфляжик. Ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. У нас будет еще много интересных видео. Спасибо за внимание.